И снова новый рассвет перебьёт сон Ноги снова пойдут в путь, несмотря на боль Солнечный пик засветит в небе, бросив намёк Чтобы помочь тебя найти мне И снова новый рассвет перебьёт сон Ноги снова пойдут в путь, несмотря на боль Чтобы почувствовать рук твоих тепло Хочу найти тебя, Медина Хочу найти тебя, Медина Хочу найти тебя, Медина Хочу найти тебя, Медина Привет, интернет! Зима это не всегда хорошее время для путешествий. Дороги могут быть не чищены, а природный ландшафт в основном сводится к трем цветам, ну или всем оттенкам серого. Но все же мне представился случай отдохнуть и развеять тоску. И в канун Рождества я решил прокататься по Судоводскому району и показать вам еще несколько красивых мест. Говоря о самой Судогде, невозможно не упомянуть о местном гейзере. Я конечно помнил о нем и в тот момент, когда ездил в усадьбу Храповицкого. Вот только показать этот памятник природы мне хотелось именно зимой. Зимой, когда многие реки и озера и прочие водоемы скованы льдом и прячутся от глаз. Итак, начнем наше небольшое путешествие. И пусть вас не смущает столь южное музыкальное сопровождение. Барханы, свеже-надорожные нападавшего снега и дюны автомобильного реагента вполне себе намекали на приключения Аладдина или, как минимум, принца Персии. Судогодский фонтан расположен в русле речки Передел, что восточнее города Судогда. Фонтан представляет собой источник пресной питьевой воды, бьющей из подземного озера. В начале 40-х годов прошлого века для исследования геологических пород на большой глубине была пробурена скважина и из земли стал бить фонтан. Многие рассказывают, что источник пробился самостоятельно и ранее его высота достигала 5 метров. Купаться в ручье не рекомендуется, дно торфяное, а сам ручей неглубокий. Природный артезианский источник является памятником природы регионального значения с 2011 года. Площадь охранной зоны составляет около 8,5 гектар. Зимой фонтан обрастает ледяным занавесом и выглядит значительно эффектнее. Лед на просвет голубого цвета. Отдельный высокий бал хочется поставить местным за креативность в рисовании информационных табличек, глядя на которые невольно возникает улыбка. Причудливые узоры рисуют брызги на льду. Мне очень хотелось увеличить и показать вам эти ледяные сталактиты. Так рисует природа, несмотря на минусовую температуру. Спустя неделю после съемки материала во Владимирский регион пришли 20 градусные морозы, но у меня не было возможности доехать и посмотреть замерз ли фонтан при минус 24 или нет. Если кто-то из моих зрителей знает это, напишите пожалуйста в комментариях. Я этого не знаю, мне очень интересно, замерзает ли он при таких низких температурах. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Судогодский фонтан Судогодский фонтан это довольно популярное место среди туристов и путешественников. Многие приезжают сюда полюбоваться и набрать родниковой воды. Вода в источнике чистая, но очень холодная. Сам фонтан обложен камнем, территория облагорожена, замощена. Рядом хорошая автомобильная стоянка и площадка для отдыха с беседкой, а также палатка с местным шашлыком. Это удивительное место можно и нужно посетить в любое время года. А я двигаюсь дальше. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Добравшись до конца леса, оставляем машину и пешком отправляемся к реке. Нас ждет река Судогда. Излюбленное место рыбаков, туристов, а также любителей сплава на байдарках. Мы посмотрим на один из ее порогов, который не замерзает так же как фонтан. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова То место, куда мы приехали, довольно живописное и выделяет его порог на реке. Шумит он довольно сильно, так что можно услышать и из леса. В нашей области нет больших водопадов, поэтому пороги тоже выглядят эффектно. Говорят, что этот небольшой водопадик образует ключ, который бьет прямо из воды. Но зимой его рассмотреть, наверное, трудно. Река Судогда богата рыбой. Это ящ, щука, сом, платва, судак, окунь, линь, налим, подлещик, лещ, карп, карась, жерех и так далее. Судогда входит в список нерестовых водоемов Владимирской области, А это значит, что ловить рыбу с 10 апреля по 20 мая категорически запрещается. Одинокий странник понерял свою дорогу И кажется, что цель его все так же далека Корабль в его разуме качает непогода Но маятник в душе ему укажет берега Пытаясь сделать все его усилия напрасными Жизнь раскидала их по разным полюсам Их судьбы были связаны законами негласными И он их прямо верит, что найдет покой в ее глазах И снова новый рассвет перебет сон Только снова пойдут в путь, несмотря на боль Солнечный блин, расследними против... В Судогодском районе даже сельские магазинчики напоминают усадьбу Храповицкого Солнечный блин, расследний блин, расследними против... Солнечный блин, расследний блин, расследними против... Главной целью всей этой поездки на самом деле было просто набрать ключевой воды домой Но набрал я ее не у судок, да и даже не у передела Третьим местом стала река Войнинга, близ села Чамирево Здесь около храма Преображения Господня находится святой источник Необходимо лишь спуститься вниз к реке Родник освящен во имя благоверного князя Александра Невского Здесь проходят молебны и водосвятия Когда возник этот источник, не помнят даже старожилы Ключевая вода этого источника приносила облегчение солдатам Во время Второй мировой войны, которые лежали в госпитале в Чамирево Ныне родником пользуются не только жители ближайших деревень Ведь он также является памятником природы регионального значения На самом деле, я очень люблю водоемы и обещаю вернуться к этой теме летом Когда лед уже не будет мешать воде двигаться быстрее А на сегодня у меня все Пусть наступивший год будет более богат на путешествия и позитивные эмоции И снова новый рассвет перебьет сон Только снова пойдут в путь, несмотря на боль Солнечный приглас едет в небе, бросит в таймбел Чтобы помочь себя дойти мне И снова новый рассвет перебьет сон Только снова пойду в путь, несмотря на боль Чтобы почувствовать кровь твоих тепло Хочу войти в небе, беды Хочу войти в небе, беды Хочу войти в небе Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok